Приветствую вас, дорогие наши братья и сестры. Мы члены церкви номер 10 города Кривого Рока. Это наш новый храм, который мы построили в этом году. Сейчас мы с вами поднимемся в зал, там где у нас проходит сегодняшнее субботнее богослужение. Пожалуйста, сестра Кривого Рока, что надо сделать? Это наш подростковый класс. Одежду, стразы, пошел к Иисусу. Отвечай мне, Иисус спроси, чего ты хочешь от него? Это руководитель подросткового дела, Вова. Иисус сказал ему, иди, вера твоя спаси, и он сейчас в наследство проходит детское служение. Лес бумаги, вот так, положили честной стороной, честной стороной. И вам нужно будет разделить лес бумаги. Самое главное, это наш молодежный класс. Сейчас мы его вам покажем. Я не против. Вопрос на засыпку. Почему он упал? Значит, он не прав. Значит, он такой сякоч. Он вообще-то дает эту цену. Да, вопрос на засыпку. Скажи, на чьих ошибках нам советует учиться слово Божье? Наташа, ничего слышно. На чём, на каких ошибках нам советует слово Божье учиться? На своих или на чужих? Да, это точно. Здесь такая посолька дурак. Ну, Анечка, подожди, мы снимаем письмо. Собрать. Я не буду отвечать, пока не буду. Понятно, для вас проблемы с этим вопросом. Хорошо, вопросы. Дорогие наши собратья, мы очень бы хотели делиться с вами нашими опытами, нашими радостями и печалями. Если бы вы хотели, мы высылаем вам эту кассету. Если бы вы хотите, вы можете также переслать нам и сказать, хотите ли вы с нами общаться. Будем ждать. Просьб не было. Соответственно, не было неуместных поступков. Лучше держать проб на замке. Получается, что лучше всё время держать проб на замке. Позиция пастора очень плохая. Если вы не воспринимаете то, что я говорю, я буду молчать. Во свете Слова Божьего, насколько тщательно нам нужно анализировать свои мнения, свои поступки, свои желания. Свои, ну я не знаю, что ещё, побуждения. Насколько тщательно? Посмотрите, Слово Божье. Очень тщательно. Притом не так поверхностно. Скажите, ученики, они считали, что они уместно просят? Они считали уместно. А скажите, они Слово Божье знали? Знали. Точно знали? Они же сходили с ним три года. Три года ходили. И Христос им постоянно говорит, сыну человеческому должно пострадать. Они знали, они знали, что они просто думали о другом. Они думали о земном. Так вот, собратья, вы анализировали свои побуждения во свете Слова Божьего? Нет. Да или нет? Они? Нет. Да или нет? Они считали эту просьбу уместной? Они считали уместной? Нет. Они считали, что... Странно, вы как-то отвечаете. Вот я вам обращу, извините, на это внимание. Анализировали или нет? Тут можно ответить «да» по своим мнениям. Анализировали. А, по человеческому? Да, по Божьему, нет. Так ты, Бодичи, ты говоришь по Божьему. Стоп, собратья. Нет. Вопрос на засыпку. Они говорили правду или неправду? Неправду. Своих мировосприятиях правду. Ну и собратья, ну и собратья. Так вот, насколько тщательно нужно анализировать свои ответы? Очень тщательно. Очень тщательно. И мы так и делаем. Не всегда? Свои ответы мы тоже очень тщательно анализируем. Не всегда. Мы надо так изelijk suspicious. Анализировать. Так вот, понятно, что я зад prints. За счет того, говорили они неправду или неправду? И хотел разобраться в том, говорили же неправду или не говорили. Потому что понимаете, вы меня обвиняете в определенном этапе. Я задаю неуместные вопросы. Скажите, мы люди мыслящие или не мыслящие? Мыслящие. Точно. Ну, по идее. Не урожники? Нет, на тот, который задал ее. В принципе, урожники подразумеваются. Я просто не пойму, к чему. Я там вообще еще можно застыкнуть. Точно все понятно? Они говорили правду или неправду? Нет. Ну, правду. Хотя потом они страдали за христианами. А при Петре они сказали правду. И потом они поняли, что они говорили правду, в принципе. Но они ее неправильно понимали. Это знаете, как Петр. Что он сказал? Да, действительно, ты сын Божий. Правда же? Да. Сын Божий. А вопрос на засыпку. Он это осознавал? Нет. Он сказал правду? Правду. Он сказал правду. Но для него это правда и пока еще не стал. Во. Что-то не так? Нет. Что и требовалось доказать. Я до вас просипываюсь. Я тебе что требовалось доказать? Я до вас просипываюсь? Восемь? Что Вы, в которой не осталось такого укоряденного мнения? которая впоследствии оказалась правдой? Христос не сказал правды. Он сказал, будьте. В конечном итоге это была правда и не пьете чашу. Что требовалось? Саша, это правда. Христос не сказал правду. Он сказал, будьте пить. А теперь пристал на их месте. Иуда тоже на их месте мог бы ответить, да, буду пить твою чашу. И потом он повесился. Он сказал правду или нет? Иуда сказал не правду. Он думал, сказал правду. Теперь скажи еще одно. Когда мы будем судиться на суде? То есть...